Итак, сначала я бы ввел достаточно широкий контекст жизни нашей страны и места образования, в том числе и образования инженерного типа, которое сложилось сейчас, и ощущает зов будущего, который надо опознать. Ситуация такова, что требуются средства глобальной цивилизационной аналитики. То есть это означает, что наша страна, если рассмотреть идеальный объект функционально, то есть не созерцательно, а по функциональным местам, и там различить принципиально пять функциональных блоков, где, с одной стороны, представлен социум, откуда появляется соответствующий ресурс людей, несущих чувства, мысли, устремления, свое совместное бытие в рамках определенной закономерности, которые изучают социологию, психологию и близкие науки. И это ближе всего к природному. Природное. Оно потихонечку уменьшается по значимости, поскольку в социализации, как внутри этого блока, так и дальше за его пределами, появляется надприродное. И вот эту надприродность надо как-то обозначить, надо как-то использовать. Ее изучают другие совершенно науки. И вот здесь мы введем, с одной стороны, культура, культурология, например, и встроены в культуру разные, скажем, чувственные механизмы, интеллектуальные механизмы, самоорганизационные механизмы. И появляется расщепление культур, дифференциация культур, в зависимости от того, как устроен человек, сообщество, социум и так далее. Но есть интегральная, тотальная характеристика, касающаяся универсума в целом, и там появляется рано или поздно духовность. Духовная. Духовная, которая имеет свои представленности в фокусировках, и религиозная – это как раз один из типов духовного, и тогда появляется теология и другое. Значит, религия, она внутри духовного функционального пространства. Ну, и религии разные, религии. Здесь социум находит свои вечные предельные основания. И человек, который неокультурен и неодухотворён – это ещё не человек. Это нечто природное, живой организм, и в нём нет божественного, нет вечного. И, естественно, что потенциал его весьма ограничен. Третий момент – это соединяющее. Самое природное и самое надприродное. Это управление. 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 Управленец появляется, естественно, тогда, когда возникают трудности, с которыми социум не может справиться. Либо в силу разноречивости, либо разнородности, либо обострённости противоотношений и так далее. Или просто не хватает чего-то, чтобы очень важное и нужное для социума сделать. Ну, примерно, как китайцы, которые вынуждены были создавать свою государственность, благодаря очень плохим обстоятельствам надо было наладить систему производства средств потребления. А условия были тяжёлые, нужно было очень много людей совместить друг с другом в едином каком-то производственном процессе. Это управление, следовательно, с одной стороны, возможно, когда оно может подхватить заказы социума, а потом уже и заказы всех остальных соучастников, в том числе и заказы культуры и так далее, и так далее. А с другой стороны, когда оно может обратиться в силу необходимости, когда они в управлении сталкиваются с затруднениями, которые не вписываются в законы бытия, они противоречат тому, что требует универсум. А законы, которыми, скажем, характерен универсум, они внутри культуры, через познание, через науку, а затем-то культуры. Следовательно, они вынуждены пользоваться культурными основаниями, чтобы придать не случайность своему управленческому отношению к нуждам социума. Это три фундаментальных начала, которые затем конкретизируются, и появляются еще два. И вот один из них – это мир деятельности, деятельностный мир. А второй еще – это экономический мир. Экономический мир. Мы сейчас не будем выводить, как они появляются. Это отдельный разговор, но эти два вторичных функциональных фактора, они предопределяют мощность, надежность обеспечения всем необходимым за счет производства. Так вот, мир деятельности, поскольку он неотделим от созидания, созидания через преобразование реальности, созидание не сбора и совмещения, а через преобразование, в связи с этим как раз появляются и проблемы индустрии. Поэтому дальше мы говорим – индустрия. Ну, и как Маркс хорошо показал, без индустриализации невозможно оформление экономического типа бытия, соответствующий капитализм, соответствующий движимость капиталов и так далее. То есть они где-то друг с другом совмещаются. Если экономическое реагирование на нужды приводит к тому, что заказчик или тот носитель спроса что-то получает, то, что ему необходимо, то средственное, инженерно-средственное обеспечение – это уже через индустрию. Там созидаются инструменты, могущие создавать все необходимое для того, чтобы реагировать на заказ положительно. Сделаем, сделаем, сделаем. Заказчики самые разные – это и управленцы, например, технические средства принятия решений, информатика. Особого уровня и так далее. Надо, необходимо созидать подобные аппараты. Нужно людям жить, значит, нужно созидать здания, значит, индустрия должна это обеспечивать безотносительно к прибыли. То есть индустрия, мир деятельности – это внеприбыльное бытие. А вот другое дело – экономическое бытие. Оно связано с другими законами. Итак, мы говорим, вот наша страна, она является одним из типов стран. То есть эти вот, если взять страна, они все эти страны – это конкретизации типы стран появляются. Одна страна с такой акцентировкой, другая с другой акцентировкой, и в связи с этой акцентировкой появляются другие спросы, другие предложения, другое используемость всей этой мощи страны. Возникает вопрос, а наша страна какова? Что за по типу страна? И вот эти типы, они определяются по предназначенности, предназначенности, а предназначенность имеет свое выражение в идее, ради которой существует страна, организуется бытие страны, идеалы, которые, соответственно, которым приближает так или иначе эта страна, прежде всего, благодаря управлению, и так далее. И обеспечивается культурно-духовный типовой характеристикой культурно-духовного кода и генетической базы. Если генетическая база не соответствует идее и идеалу, у страны ничего не получится нормального. И вот мы говорим о том, что типы бывают с положительной ориентацией и с отрицательной ориентацией. Если такое возможно, а философия нам говорит, что такое неизбежно. То есть все диалектично, в противоположности. На противоположности вся динамика универсума построена. Поэтому, когда мы анализируем что-либо, мы должны диалектически посмотреть. Посмотреть как плюс, так и минус. Начало, идущее благополучие, начало, идущее от благополучия в сторону. И тогда мы говорим, ну и страны могут быть с ориентацией либо благополучности, либо наоборот. И если это появляется, то появляется, соответственно, противоотношение, противоречие диалектическое. Когда друг против друга выступают, и одна сторона становится инициирующей, а другая – защищающейся. Положительно ориентированные, созидательно ориентированные не наступают. Они не агрессоры. А отрицательные – они становятся агрессорами. Поэтому фактор, который предопределяет агрессивность – это отрицательно ориентированные идеи. Их выражение очень простое. Здесь самое главное – это целое, то есть положительные ориентации, положительный тип страны, тип цивилизационности, тип бытия, когда целое важнее части, и часть встраивается в целое. То есть целое предполагает встраивание частей. А отрицательно ориентированно, когда главным выступает часть. И часть подтягивает для себя целое. И тогда возникает глобализм эгоцентрический, внутренний эгоцентризм, ну и так далее. И люди бывают тоже эгоцентрические, или наоборот. Следовательно, мы говорим, если неизбежным становится защитная процедура, то приходится обращаться к внутренним ресурсам сопротивления агрессии, а следовательно, появляется оборонная политика, а следовательно, военно-промышленный комплекс с неизбежностью возникает не только у агрессора, но и у защищающейся стороны. Ну, а это означает, и это первый тезис, мы находимся в условиях противоречий, которые нарастают. Они очевидны, всем видны. Тогда возникает вопрос о уровне защищенности и соответствующей эффективности всех отраслей, которые обеспечивают защищаемость ради хороших целей. А следовательно, дальше возникает цепочка. Надо иметь производство изделий, тех или иных, в данном случае, самолетов и других аппаратов. С другой стороны, должны быть формы движения нормативные, то есть технологии, которые обеспечивают успешность в достижении результата. А технологии требуют человеческого ресурса, то есть человек должен быть в соответствующем требованиям технологии, специалист, а чтобы он был, нужно его ещё создать. Возникает проблема созидания и фактора, который предопределяет это созидание. То есть учебный процесс встроен в единую циклику созидания для реализации той или иной потребности. В данном случае защиты, если взять боевую сторону дела. И поэтому, если мы имеем плюс вариант учебного процесса, благо для всех, если отрицательный вариант учебного процесса, наоборот, неблаго для всех. Поэтому проблема эффективности учебного процесса становится не просто делом в учебном заведении и даже в отрасли, а делом всей страны. Следовательно, мы должны тогда думать, а что такое плюс и что такое нарастание плюса, что такое большой плюс. И вот тогда появляются притязания. И вот эти вот притязания и являются содержанием мыслей тех, кто думает о будущем. И мы сейчас будем как раз говорить, а что за притязания могут быть, должны быть, и от чего мы идём. Мы должны вычислить, где сдерживающие факторы отрицательные, чтобы их нейтрализовать, а где дополнительные факторы усиления, которые положительные делают замечательным, перспективным. А мы ещё должны знать, что такое идеал. То есть, что такое положительное, как таковое. То есть, идеал образовательного процесса, идеал педагогической деятельности, идеал учебной деятельности, идеал всей системы образования, ну и так далее. Вот это контекст, в котором мы и должны рассуждать. Теперь, какова отрицательная сторона теперешней ситуации в образовании? И в инженерном образовании точно так же. Мы говорим, что если мы имеем в качестве продукта человека, способного решить задачу, то есть, в контексте решения задач, это один человек. Если он не просто способен решать задачи, а способен решать множество задач, это уже другое. А если мы еще и не знаем, какое множество задач может быть? То есть, мы еще должны рассчитывать на то, что появятся задачи, которые мы сейчас еще даже не можем сформулировать, и они в будущем только будут, и возникает вопрос, а можем ли мы вычислить возможные задачи? Если опираться на философию, если на логику опираться, на культуру мышления, на интеллектуальную культуру, конечно, можем. Более того, мы уже этим занимаемся в модельных вариантах. Вот как раз обеспечением выхода на подобные притязания этому способствует развитие методологии, которые, в свою очередь, опираются и используют философию, логику, логику, логику. А они, в свою очередь, предполагают наличие языка и языковых законов, семиотика, семиотика. И это всё, и это всё ещё и предполагает, что должна быть практика коммуникации, а это означает общение в виде дискуссии, противостояний, в поиске истины или там, в поиске какого-то решения и так далее. И тогда мы говорим, если нет дискуссии, то есть если есть всё такое лёгкое и благополучное, а нет того, что требует своего совершенствования во взаимодействии коммуникативном, не появляется постановка проблем и не появляется дискуссии. То есть дискуссии появляются тогда, когда кто-то что-то отрицает. Переход от того, с чем все согласны, к тому, что является не совсем приемлемым, а следовательно появляется не согласным, это условие появления дискуссии. Без дискуссии не появляется дальнейшее, будущее, то есть продвижение вперёд возможно только, если есть дискуссия. Но они должны предполагать опору на законы существования языков, а высших вариантах это на законы логического типа, а логическое это технологически значимое, а есть содержание, то есть не форма содержания, а содержание даёт философию благодаря представлению о том, что такое бытиё, как устроен мир, а для того, чтобы предать не случайность этому, то есть где плюсы становятся большими плюсами в силу преданий не случайности без методологии это невозможно. И вот тогда мы получаем возможность опознать не только то, что уже делается, и возможность его ближайшего усиления и там расширения объёмов, но ещё и заглянуть на будущее и с помощью высших представлений о бытии представим, какие могут быть там проблемы в будущем, опираясь на диалектическую логику. Так вот, если мы это всё имеем в виду, то мы видим, что теперешнее образование оно устремлено на знания, умения, навыки. обеспечивает регулярное организованное бытие социума, производств, управления и всего того, что есть в обществе. Это тогда, когда функционарный подход становится главным. Функционарный, но не по развитию, не по инноватике, не по совершенствованию. Значит, как только мы стабильные, уже видим, как недостаточно и нужно двигаться вперёд, конкуренты нас обгоняют, конкуренты что-то делают новое, а сейчас в развитых странах инфраструктура инноватики, она просто зашкаливает по скорости, не говорим о качестве, говорим пока по количеству. И тогда мы говорим о том, что если функционирование предполагает переход потомки инноватики, а следовательно в связи с инноватикой и положительной инноватикой это совершенствование, совершенствование, а большое совершенствование и неслучайное совершенствование связано с развитием, то мы можем сказать в лучшем случае образовательная система порождает специалистов в области функционирования, но не инноватики, не совершенствование и тем более не развитие. А устремление практика вынуждает заниматься инноватикой, совершенствованием, желательно развитием. Здесь надо подчеркнуть инноватика и совершенствование это в зоне изменений, но не развития. Развитие еще должно появиться на базе на базе изменяемости. И вот здесь терминологическая путаница все, в том числе и наверху в управленческом и в средствах массовой информации говорят про развитие, не понимая о чем ведется речь. А почему не понимают? Потому что они не изучали ни логику, ни философию, ни семиотику, ни в дискуссиях мало принимали участие. В методологии вообще никак не участвовали в методологических делах. И поэтому они путают все понятия, все категории, формально употребляют. Можно что-нибудь с этим потенциалом сделать в конкурентной борьбе, если конкуренция действительно серьезная? Нет. За счет чего прикрывается это неэффективно? За счет талантливости. Народ талантливый. А если не брать талантливость народ, это все было бы совсем очень плохо. Но если мы говорим о талантливости, это же проблема социума, а не управления. Социум, ну, по природе люди рождаются такие вот талантливые. А как их используют в индустрии, в деятельности? А как в бизнесе и вообще в экономике? А как в управлении их используют? А как в культурно-духовном блоке? Ну, как используют? Используют как-нибудь случайным образом. Для того, чтобы выйти из этого положения, нужно наряду с талантливостью иметь правильно существующим все остальные блоки. Сейчас управленческий блок принципиально плохо существует, не соответствует своей функции. И в микроуправлении, и в макроуправлении доказывать это очень просто. Достаточно создать не просто дискуссию какую-то, а игромодельную ситуацию, где эти дискуссии становятся втеатрализованными. Там псевдопрактика появляется. И легко обнаруживается, что эти управленцы немощные, они, ну, можно сказать, непрофессиональные, потому что профессиональность возникает вместе с появлением твёрдых понятий, твёрдых представлений о бытии, уверенности в способе использования мыслительных инструментов, а следовательно, за счёт семиотичности, логичности, философичности, методологичности появляется профессиональность. А если так, это просто опытные люди, но не профессионалы. Но опытные, либо положительно ориентированные опытные, то есть желающие блага всему, либо это просто, ну, потребители и, скажем так, эгоисты, сидящие на теле общества, ну, хорошими словами пользующиеся. Ну, так мы можем это назвать. Следовательно, отсюда возникает вопрос о инженерное образование, о образовании конкретного инженерно-ориентированного вуза, ну, скажем, МАИ, или там МФТИ, или МЕФИ, или БАМОНСКИ, или, ну, если гуманитарный, то МГУ, или Плехановский, если взять Плехановский вуз имени Плеханова, университет экономический, он занят сферой экономики, и где там надежность и профессиональность, основная проблема экономического образования, это крайне слабая развитость понятия. Все путается, все недоопределено, недоказанное, и вот эта проблема сейчас настолько велика, что появился заказ на создание понятийного инкубатора. Специальная книга, могу показать, этому посвящена, как реализация заказа. Я участник этого процесса, поэтому знаю все изнутри. ну, а тогда, а можно сказать, что понятия в инженерном вузе все проверены на логичность, на методологичность, на философичность, хотя бы на семиотичность, ну, на семиотичность кое-как, а на логичность нет. Тем более, если рассмотреть два типа логики, одна прагматизированная логика, прагматика. И она обеспечивается формальной логикой, которая сидит на рассудке, то есть используются человеческие возможности рассудочного типа, рассудок. Она обладает некоторой мощностью, но очень ограниченной. А более мощная, это надпрагматическая, это то, что называется для удобства мы рассмотрим ее как, ну, скажем так, как бы назвать универсумальное, универсум. То есть, тот, кто соответствует этому типу логики, этим типам требований, он может отчитаться перед универсумом и сказать, законы универсума использую, а поэтому так мыслю. Но это самая высшая эффективность, это самая высшая неслучайность. Она представлена, если взять лица, то Гегелем. Гегелевский метод, абсолютный метод, это как раз вот философское выражение данного типа логики. И сейчас можно сказать так, вот особую значимость высшей неслучайности логики, которая учитывает как устроен мир, это условия побед всех, побед стратегического уровня, то есть стратегическая значимость этой логики, вот это один из моментов, который нельзя упустить в любом случае. Стратегические разработки, они должны предполагать мыслителей, ну, создателей стратегии, затем контролирующих реализацию стратегий, которые могут пользоваться этой логикой. Если привлечь людей, которые владеют только лишь формальной логикой, это невозможно. И это все уже доказано и мыслительно, и там прагматично в игре моделирования. Следовательно, возникает вопрос, а инженерный вуз имеет притязание быть впереди всех или хотя бы соответствует зоу времени? Просто вот зоу времени расплывчатая характеристика. Не сконцентрированное в сравнении с другими, а хотя бы зоу времени? Сразу можно сказать, конечно, нет. Почему? И вот здесь важно еще один момент подчеркнуть. Если мы говорим о людях, то есть когда мы говорим о том, что должна быть образовательная система образования, которая втягивает людей, не имеющих нужные способности для определенного типа труда, а когда они пройдут путь, то они уже имеют эти способности, следовательно, тогда мы говорим, а какие, под какой тип труда и уровень труда, и мы говорим есть достратегический вариант требований и стратегический, то есть то, что требуется для принципиального ответа на зов времени и так далее. Мы говорим одно дело достратегический профессионализм, а другое дело стратегический профессионализм. Но если плохо образование выстроено, отрицательное, то не будет этого профессионализма, будет кажимость профессионализма. Ну, удача где-то есть, где-то нет, никакой стабильности удачи, нет никакой подконтрольности, нет никакой надежности, нет никакого прогноза, что можно решить проблему более сложного уровня, если взяться за нее и так далее. Вот этот вариант как раз сейчас и является, ну, как говорится, наиболее представленным. А почему и здесь нужно иметь в виду законы, которые предопределяют человеческое бытие либо в организованных ситуациях, либо в неорганизованных. Вот если мы говорим о том, что нужно решить задачи, пройти путь и получать некоторый результат, а это означает успешность в решении каких-то поставленных задач. Ну, задача кем-то ставится. Какая-то норма продукта, она зафиксирована или технологически обеспечена и так далее. Вот в этом случае мы говорим о результативности, а если еще и нормы умеет человек соблюдать, в начале, в середине, в конце, то еще и появляется эффективность. Эффективность. наряду цели достижения – это не результативность, а это продуктивность. То есть, здесь я подчеркиваю, результативность – это случайное достижение того, что хотел заказчик, или то, что поставлен в качестве цели. если продуктивность, продуктивность, он уже не случайно достигает намеченной цели, но нет никакой твердости и, так сказать, уверенности, что это повторится и воспроизведется, а эффективность, эффективность, она предполагает, что цель достигается, и есть гарантия, что это будет достижение продолженное и далее. Но мы говорим о том, что если возникает воспроизводство удачи, это одно, а если возникают условия, при которых уже не получается, то есть предполагается, что могут быть затруднения, проблемные ситуации, жизнь так или иначе их ведет, хотя бы конкурент заставит думать о том, что нужно все сделать иначе и другие иметь, скажем, целевые характеристики и технологические характеристики, то тогда требуется вторая сторона, это не действие, а рефлексия, рефлексивное обеспечение изменяемости действия. И тогда мы говорим, есть ли акцентировка на рефлексию как условие приобретения способности менять действия. такая акцентировка в образовательном процессе сейчас проговаривается, но не имеется. То есть, даже если взять стандарты образования, там говорится, что надо, надо быть готовым к инновациям, надо желать инновации, а следовательно дискутировать и все остальное. Реально к этому учебный процесс не готовят. Но если мы хотим приобрести случайность, одно дело, а если не случайность, тогда должны быть критерии, критериальная база должна быть. Надежные языки, надежные способы использования языков, вплоть до логичности. И эта критериальная база, она становится условием других совершенно притязаний, успешности в других притязаниях и других потенциалов. Ну, а эти критерии в организации рефлексии, а следовательно обсуждение любых ситуаций, прогнозирования, проектирования и так далее, они в учебном процессе заложены как законны? Нет. Отсутствуют. А если иметь в виду, что в целом тенденции связаны с увеличением значимости и рефлексии, и критериального обеспечения, то мы фактически вне этого зоны находимся в образовании инженерном. И, опять же, спасает талантливость преподавателей, талантливость учеников, талантливость тех, которые уже на производстве могут подсказать. Но это ненадежно, это то есть, то нет. Но это не заслуга образовательного процесса. И, наконец, мы говорим, а критерии-то могут быть разного уровня. Одно дело, критерии консультационного типа, а критерии научного типа уже другие, а философского еще другие, а есть критерии общекультурно значимые методологические, это высший тип критерий. Где методологизация инженерного образования? Нету никаких следов. А то, что называют там иногда методологическим, к методологии современной не относятся. Следовательно, вывод какой? Вывод самый простой. Если понимать, что уже происходит в культуре, какие культурные накопления существуют, благодаря следователям и науки, и практике, и новатики, и так далее, то все то, что уже существует, не используется. Не используется. Поэтому появляется как бы оторванность от общекультурной базы всей этой прагматической части бытия общества, и потенциал общества невелик. А это означает, что если оно все-таки существует, но не используется, это же огромный резерв, то есть фактически возникает стратегическое обращение зов времени вот в нашей неправильной ситуации бытия и в способе бытия, в том числе и образовательного бытия, это зов связанный со стратегической ориентацией в использовании всех нац случайных или не случайных средств организации любой практики. то есть обращение к культуре самоорганизации и формирование способностей культурного типа в самоорганизации для того, чтобы в самый сложный момент их включить в качестве оснований для разрешения проблем, вот этот зов является тем, не понимая который, мы можем продолжать отставать, продолжать быть, ну, как говорится, в некотором ряду стран, которые потенциально крайне богаты ресурсами, талантами, но крайне бедны профессионалами и теми, которые могут соответствовать за его времени. отсюда возникают уже более прагматические значимые вопросы. А можно ли перевести теперешнее состояние в будущее состояние, то есть соответствующее зову времени? Итак, мы зафиксировали проблемную ситуацию в тех средствах, которыми я владею, и сейчас мы переходим к проблематизации, то есть к ответу на вопрос «А что же делать, как нейтрализовать проблемное поле? его напряжение отрицательное?» Здесь я только лишь пометочку делаю, если возникает в действии затруднения, возникает необходимость вхождения в рефлексивное поле, рефлексивную надстройку, и там три функции. Три функции и три типа процесса. Это о прошлом, прошлое, настоящее, ну и будущее. Мы сейчас должны пройти путь в будущее. Это проход мыслительный, рефлексивно-мыслительный, это проектный подход, там есть цель, там есть путь. И задаем себе вопрос, а на что опереться, чтобы начать эту депроблематизацию? то есть положительно реагируя на зов, естественно, что зов возникает вне сочетания действий и рефлексии. Это как бы позиция заказчика, такая виртуальная. и он выражая зов, говорит, сделайте так, чтобы зов был материализован, то есть представлен некоторым образцом, который можем показать людям. и вот мы говорим о том, что на третьей стадии рефлексии возникает возможность либо возврата с некоторым малым совершенствованием к прежнему типу организации всего, либо оторваться от этого и уйти в создание иного базисного процесса. А это означает крупную инновацию вести, принципиальную инновацию. Следовательно, если зов предполагает именно здесь концентрацию сил, то есть не малое совершенствование, а большое совершенствование, тем самым и большую продуктивность, и большую эффективность, то тогда мы говорим, а с чего начать? С чего начать? И тогда мы можем сказать, в основе проектировочного процесса должен быть переход от значимости конкретного содержания как результата умственных усилий. Ну, например, инженер создает проект, и вот это его результат отдаёт производство. И тогда мы говорим, результат важен, и это самое главное, то тогда мы не имеем большого будущего. Вот в этой умственной работе. Если мы говорим, да, результат, но важен процесс получения результата, рефлексии, процесс выявляется и тем более конструируется благодаря более серьёзной, более сложной рефлексии, то есть рефлексии штрих, где акцентировка уже на причинно-следственной цепочке, которая предопределяет конечный результат. Если раньше результат в первичной рефлексии, сопровождающей рефлексии, он приводил к смещениям в содержании характеристик результата, но не процесса и не причинно-следственной цепочки, то здесь наоборот, это то, что называется каузальная критерия, каузальная причинно-следственная критерия. И возникает требование уже потом и к процессу. И тогда мы говорим еще более сложный вариант, когда форма процесса становится очень важной. Это более сложный вариант, это рефлексия два штриха. Здесь уже возникает технологические соображения и технологичность, она предполагает каузальность, но уже такую твердо фиксированную базу каузальности, то есть технологичность. Но мы говорим о том, что форма может быть технологичной в силу ее жесткости и точности, она может быть препятствием и в инноватике, то есть нужно сделать и саму технологию меняющейся. Но тогда возникает необходимость иметь критерии, критерии в технологической рефлексии. И вот тогда появляется следующий взлет, это критерии. Критерии это уже картинки некоторой объектности, но абстрактной картинки, опираясь на которые, появляется возможность придать содержанию в данном случае технологической форме иное, подвижное. Вот эти критерии создают различие между конкретным технологическим и уже конкретно абстрактным технологическим. То есть появляется некоторое благодаря критериям обобщенная технологичность. А это фактически и есть методы. Методы. То есть когда мы обращаем внимание не на сами все технологии, а на методы, это более абстрактные динамические представления, позволяющие варьировать конкретную технологичность. Появляются технологии, а следовательная ответственность, но уже гибкая. Затем мы говорим, но критерии могут быть разного уровня абстрактности. Например, научные критерии – это уже другой уровень абстрактности. Это уже предполагает двухуровневые иерархии. То есть появляется приход к методам благодаря понятийному обеспечению в понятиях заложена динамика, которую можно выразить в методе. Двухслойная. Поэтому появляются уже не только конкретно абстрактные, но и абстрактно-конкретные. То есть абстрактность увеличивается и гибкость появляется в большей степени. И тогда, пользуясь технологиями, а без технологий нельзя решать задачи, пользуясь технологиями, но гибкими. Мы имеем твёрдую базу. Понятие это жёсткое. Оно требует, как всякая абстракция, некоторой устойчивости, определённости и так далее. Но есть ещё более высокий вариант, когда не промежуточную абстрактность, а высшая абстрактность предполагает, категориальное обеспечение. И вот тогда мы благодаря категориям, а затем синтетические связки категорий создают так называемую антологичность, то есть мировическая. Вот в философии разрабатываются антологии. Антологии. То есть они говорят об универсах, о всём, о законах всего, а не законах с акцентировкой какой-то части. но это и появляется всеобщее, в отличие от общего, всеобщее. Вот для этого и нужна философия, когда возникает всеобщее, и вот на этом уже уровне третьем, третьем, появляется собственно высшая абстракция, опираясь на которую, можно затем снижаться к тому, о чём мы уже упомянули, и, следовательно, появляется возможность в размышлениях конструкторских, технологических, организационных, любых размышлениях в принятии решения опираться на всеобщее основание и, следовательно, иметь наибольшую надёжность не случайности. Но здесь-то и появляются высшие результаты. То есть вот это и есть путь к высшим результатам. Высшие результаты долговременные, не случайные, вечно значимые, в кавычках, вечные. Вот как раз китайцы учат своих мыслителей, своих мудрецов именно опоре на это. А почему мы хуже, что ли, китайцы, мы даже можем ещё лучше работать, использовать достижения Европы, в данном случае гегеревского метода. И вот тогда, если это иметь в виду, то это путь эффективности, эффективность сначала минимум, а это уже максимум эффективности в конце. Если этому последовать, что тогда должно изменяться в учебном процессе? нужно предполагать тогда результативность, а там дальше соответственно продуктивность всего лишь как периферию интеллектуальной работы. Инженер должен иметь результативность, должен иметь продуктивность, но это меняющаяся характеристика, а он должен уметь работать в неслучайном вечном по значимости уровне содержательности. Но тогда, но тогда мы должны осуществить соотнесение двух типов программ обучения. Базисная программа, которая дает выпуск, она должна ориентироваться на продуктивность и соответственно эффективность такого конкретного уровня, но предполагая все остальное. То есть надо человека сделать дееспособным в конкретной практике. Но для этого программа практической подготовки должна быть, где действие, где действие рефлексии и критериальное обеспечение должно быть введено в качестве основания учебной программы. То есть действие, рефлексии и критериальное обеспечение. Троякая подготовка в решении любых задач конструкторских, технологических, любых других. Конечно, в этой работе в качестве сюжетов, которые берутся из практики, сюжета. Образцы прежней профессиональной работы должны быть в некотором достаточно множестве и упорядоченности, чтобы не пустое множество было, а значимые компоненты прошлого опыта, чтобы владеть этим опытом, чтобы опираться на него. И это так называемое содержание как материал для мысли. Троякое отношение к этим сюжетам – это уже некоторый механизм мыслительный, механизм мыслительный, который должен быть троякий по своему сопряжению трех уровней этих, с учетом. Но для того, чтобы работать с ним не случайно, должна быть система схем разного уровня абстрактности. То есть, понятия разного уровня абстрактности. Естественно, что должны быть понятия максимально абстрактные. Этим занимается философия и, скажем там, приложенческая философия. То есть, некоторые понятия, которые обеспечивают видимость мира. А что за мир? Как устроено общество? Как устроено глобальное сообщество? Как устроено всё? Ну, там, наша галактика, наш универсум в целом. Вот это всё прикладные вещи, но там должны быть свои основания. И затем уже мы говорим, есть более конкретные, минимально абстрактные, но всё равно понятийные конструкции. Ну, скажем, что такое технология, что такое конструкт, что такое, ну, скажем там, средства производства и так далее. Это всё более конкретные абстракции, но они должны быть выведены. И вот эти вот курсы, которые дают языковое обеспечение будущей аналитической работы, они уже то, что в логике имеют предикативное лицо. То есть это предикаты, инструменты мысли. Нужно их ввести в учебный процесс, да, но для того, чтобы ввести их в учебный процесс, чтобы можно было их взять человеку, человеку, надо же взять эти инструменты, чтобы он мог правильно этим оперировать, для этого нужна культурно-мыслительная подготовка, культура мышления. Она начинается с фазы акцентировки на рефлексивность, то есть от действия к рефлексии, затем, соответственно, критериальное обеспечение одного уровня, потом другого уровня, то есть вот это вот решение задач на разных уровнях с акцентировкой на рефлексию и на инструментальность, соответственно, должны быть еще и обеспечены рефлексией того, как это все происходит для человека, то есть субъективной рефлексии. А поэтому должны быть естественно не только акцентировки на субъективные факторы, ну, чувственность, эмоциональность, внимание, память и так далее, и так далее, интуиция, нужны еще соответствующие и критерии субъективные, критерии, то есть теоретическая часть психологии. И, соответственно, дальше с их использованием следить за тем, как возникает способность брать необходимые средства и их использовать. И это обеспечивающая часть, но ведущая к другому потенциалу. То есть она становится более значимой, когда первый слой уже как-то намечен. Но дальше мы говорим, нужно эту культуру уже применить. Поэтому здесь должно быть введение соответствующего модельного пространства, моделирования. моделирование чего? Моделирование решения задач, моделирование постановки проблем, моделирование решения проблем разного уровня. вот это моделирование, оно сначала является учебным, то есть акцентировка основная приобретение способности, а затем учебно-практическим с переходом к практическому. Практическим. Это как раз завершающая часть подготовки. То есть если в модельных условиях студент, бывший студент, завершающий обучение проявился как практикозначимый участник модельного процесса, он в этом процессе и себя знает, как он получил это всё, и про других знает, как он это получается, в состыковке со всеми остальными, и по содержанию разобрался. То есть он полноценный потребитель полученного проекта. То есть он сам потребляет. Ну и здесь уже можно конкурсы устраивать, кто лучше, кто хуже, кто является звездой учебного заведения. И соответственно те, которые выходят на более высокий уровень, они затем продолжают обучение от бакалавра к магистру, от магистра к аспиранту, от аспиранта к докторанту. И вот это вот сочетание практического, максимально практического практического. И затем научного. Научного. А дальше там более высокие варианты даже не будем подчеркивать. Например, это уже культурно- мыслительные, это уже не просто звезды, это гиганты мысли, которые являются условием создания элиты. элита, элита, которая способна отзываться на новый зов, организованно, становится фактически надежным спецназом для страны. Вот это вот это вот трехкомпонентная общая устроенность иного учебного процесса. Можно начинать с малого, это по росту эффективности, от продуктивности, затем в большей степени начинать нагружать рефлексивностью и рефлексивно-мыслительной культурностью, а затем модельностью. На трех этих китах можно вырастить вуз принципиально другого уровня. Вот так. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры А.Егорова Продолжение следует...